Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория и сегодня в видео я хочу показать вам свой новый парфюм, который я не так давно приобрела на отличнейших скидках в интернет-магазине Сифора. Надеюсь, что я правлю, ставлю ударение и если вдруг что-то не так, вы меня в комментариях поправьте. И, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Кто меня просматривает, те уже знают, что, наверное, где-то года полтора назад я стала увлекаться парфюмами люкс. И у меня уже есть небольшая коллекция этих ароматов. Я их все очень-очень люблю и время от времени я пополняю свою коллекцию. Сейчас проходят во многих интернет-магазинах шикарнейшие скидки. И вот на таких скидках я приобрела в свою коллекцию два аромата. Один для себя, один в подарок. Это Лакост Эликсир. Я как-то уже тестила этот аромат и мне он понравился своим ягодным звучанием. Вообще, вы знаете, у меня в коллекции есть два парфюма от Лакост. Это классика Лакост Пурфам, который является родоначальником всей моей коллекции. Я его обожаю и люблю его нежной любовью за его чистоту звучания, за его женственность, за его шлейф, его диффузность. Он очень приятный. И Лакост Пурфам это классика. Это, наверное, один из самых моих любимых ароматов коллекции. Несмотря на то, что у меня их сейчас, в принципе, собралась неплохая коллекция. Но все-таки, если бы меня спросили, какой из ароматов ты возьмешь с собой на все времена, я бы сразу сказала, что это будет Лакост Пурфам. Если вы еще его не тестили, он стоит для люксового сегмента не так уж дорого, но парфюм действительно замечательнейший. И у него очень много поклонниц. И второй парфюм, который есть у меня от Лакост в моей коллекции, это Лакост Таймлес. Он появился в прошлом году, не так давно. Но он, конечно, тоже имеет общую такую составляющую с Лакост Пурфам. Но если Лакост Пурфам больше горчинки, то, например, Лакост Таймлес, он более воздушный, более диффузный. И у него на старте идет немножко такое цитрусовое звучание, очень приятное. И Таймлес, то есть это как бы более такая чуть-чуть воздушная версия без горчинки Лакост Пурфам. Оба аромата очень комплементарны. То есть они и в пир, и в мир, и в добрые люди. Я их очень люблю. И вот я увидела, что в интернет-магазине Сифора была шикарнейшая просто цена на Лакост Эликсир. И поэтому, конечно, сразу не раздумывая, я заказала для себя 30 мл парфюм. Конечно, вот если, например, взять Лакост Пурфам и Лакост Таймлес, то они более такие вот подходящие на любой случай. На все времена года универсальные парфюмы. Но, например, на мое обоняние Лакост Эликсир это более такой зимний вариант. Он более вечерний, так как здесь идет вот именно пудрово-ягодное звучание, приправленное ванилькой, ноткой почули. И аромат действительно очень вкусный. Поначалу, конечно, он довольно насыщенный, чувствуются шипровые нотки, так как Лакост Эликсир это тот парфюм, который относится к шипрово-цветочному направлению. Основные аккорды этого парфюма это ванильное звучание аромата, далее белые цветы, пудровое, древесное, амбровое, тубероза, мускус, миндаль, мягкий, сладкий аромат. Действительно так и есть, но в нем очень приятная, вкусная сладость. И здесь, в этом аромате, в верхних нотках звучит розовый перец, жасмин и мандарин. Очень хорошо ощущается розовый перец, который действительно придает в начале звучания такую ему остринку, насыщенность. И тоже яркие жасминовые такие вот цитрусовые нотки. В сердце аромата звучит гелиотроп, гордения и жасмин. И вы знаете, я вам уже говорила неоднократно, что если вы ищете парфюмы с ягодным вишневым звучанием, то есть с нотками дымной вишни, то смотрите, чтобы в сердце парфюма был именно гелиотроп. Потому что гелиотроп всегда дает вот такое вишневое направление, вишневое звучание, даже если она в парфюме не заявлена. Кстати, вот в этом парфюме я тоже слышу такие вишневые нотки, немножко вот тоже с нотками, наверное, вот ежевики, вот какими-то такими ягодками. И вот гелиотроп здесь дает именно такое звучание. Гордыня и жасмин немножко придают ему вот приятную белоцветочность. И в шлейфе ваниль, амброксан, тубероза, кедр, ветивер и почули. Очень хорошо я ощущаю в этом парфюме нотки почули, хорошо ощущаю здесь нотки ванили, кедра. То есть действительно такая в шлейфе идет немножко древесная почулистая база, приправленная ванилькой. В общем, парфюм для зимы очень-очень приятный. И если поначалу он может немножко своей вот этой яркостью, кто любит более нежный аромат и лакоста толкнуть, но в раскрытии он потом становится очень вкусный, очень приятный. И вот общая ДНК с лакост-пурфам, хотя многие не слышат, все-таки она прослеживается. То есть, ну, можно вот так, если со стороны кто-то услышит, то сразу понять, что парфюм из серии лакостов. В общем, вот такая здесь красивая коробочка. Давайте покажу. Я уже убрала следу. И, конечно же, сам флакон. По флакону сразу понятно, что это будет более такой насыщенный, вкусный вот аромат. Видите, вот прозрачный флакончик. Попробую сейчас камеру, чтобы уловила. И вот он, наверное, не сможет передать камеру на просвет. Прям такой ягодный-ягодный. Вот такой, наверное, цвета свеклы получается. Вот или какой-то темной ягоды. В общем, очень нравится мне. Пользуюсь им с удовольствием. Поначалу я его ощущаю. Потом он прям, вы знаете, таким вот мягким, таким уютным облачком, каким-то вот гелиотропным, вот этим вишневым окутывает. Ягодным, очень приятным. И вот на холода, конечно, этот парфюм, если на жару, то он не раскроется во всей своей красе. А вот на легкий морозец, на ветреную погоду, на прохладную осеннюю погоду, на зиму он будет просто замечательный. Потом обращайте внимание на данный аромат. Конечно, вы знаете, мне кажется, если взять обычный лакост-пурфам и вот, например, таймлесс, то они, особенно таймлесс, они более такие диффузные. А здесь вот он именно, ну, наверное, ближе будет сидеть к тому, кто будет надевать на себя этот аромат. Но все равно окружающие будут его хорошо ощущать, что от вас вкусно вот так ягодно, ванильно пахнет. Кстати, туберозу я здесь тоже ощущаю, потому что, например, тубероза есть в моем любимом кубике Нарцисса Руж. И вот эта же нотка такая вот яркая, немножко колкая, прохладная, здесь она тоже прослеживается. В общем, интересный аромат. Если вы его покупали, пишите свои отзывы, буду очень рада вашей обратной связи. Ну, теперь говорю вам всем пока. С вами была Виктория. До свидания. До новых встреч на канале.